В городских округах Московской области проходит серия танцевальных мастер-классов. Секретами искусства делятся топовые хореографы страны. Заключительный марафон пространства танца прошел в Люберцах, во дворце спорта «Триумф». Там работала наша съемочная группа. Обычно танцевальные коллективы городского округа Люберцы собираются на одной площадке во время массовых праздников и мероприятий. На этот раз поводом стал мастер-класс от метров хореографического искусства. В ожидании именитых наставников юноши и девушки оттачивают навыки мастерства. Я сейчас в девятом классе в детской хореографической школе. Всего у нас 10. У нас есть разные направления. Мы занимаемся и джазом, и бальным, и степом, и народным. Всегда пробуем новые. Историко-бытовое также у нас есть. Наша задача – научиться чему-то новому. Мы всегда готовы для открытий. Именно с этой целью и создан проект «Пространство танца». Уже третий год подряд при поддержке Министерства культуры на территории Московской области проходят бесплатные марафоны для тех, кто готов к новым открытиям. Дети, и не только дети, приходят, занимаются. Четыре мастер-класса проходят для них за раз. Не всем дается это легко, но те, кто проходит от и до, я думаю, для себя черпают много всего полезного. Каждый мастер-класс мы проводим из четырех таких секций, четырех мастеров. Два человека – это педагоги от городского округа, те, которые преподают здесь. И двоих, а иногда троих мы приглашаем на так называемых топчиков. Подобные танцевальные мастер-классы прошли в Красногорске, Дмитрове, Сергееве, Посаде и Балашихе. Очередь дошла до Люберец. Городской округ впервые принимает у себя этот проект. Городской округ Люберца – очень богатый край именно на танцевальные таланты. У нас порядка тысячи детей ходят в наше клубное формирование именно хореографической направленности. И мы удостоены такой чести, что мы сегодня принимающая сторона и участвующая сторона. Летом организаторы проекта планируют провести фестиваль уличной культуры «Пространство танца под открытым небом». Ежегодно это мероприятие собирает более 5000 участников из разных уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.